Уважаемые друзья, приветствую! С вами Николай Морочковский. Как всегда, по вторникам мы продолжаем инвестиционный эксперимент, где я инвестирую на фондовом рынке. Сегодня о чем мы с вами поговорим? Мы поговорим про пассивный индексный портфель из ETF-фондов. Поговорим, сделаю докупки в мой портфель российских дивидендных акций. И сделаю также покупку в международный портфель через Interactive Brokers. Давайте посмотрим, как и что у нас происходит. Доллар сейчас около 74 рублей. Фондовый рынок российский несколько откатился назад. Но в текущий момент, вот сейчас прямо обновлю сведения, в текущий момент подрастает на сегодня довольно заметно. Америка аналогично просела, но чуть-чуть подрастает, но в целом от максимумов немножечко откатились. Предупреждаю о рисках, как всегда, этот ролик не прямая рекомендация к действию, а мой личный опыт и эксперимент. У вас могут быть совсем иные подходящие под вас инструменты. В рамках базового пассивного портфеля я инвестирую в облигации и акции золота, пассивно, регулярно, сохраняя структуру портфеля. Портфель состоит из еврооблигаций рублевых долларовых, акций российских компаний, акций американских компаний, золота, акций IT компаний американских, китайские акции и немецкие акции. В текущий момент. И структура портфеля такова, то есть 55% акций российские, американские, IT компаний, китай, германия и защитные инструменты, облигации и золота. Хотя сейчас есть у меня еще мысли в следующих выпусках возможно немножко поменять структуру и добавить акции международного рынка и нового помимо Америки, России, Китая и Германии. Так, но пока продолжаю по текущей структуре. Сегодня у меня в планах докупать акции американских компаний и акции российских компаний и одну акцию фонда китайских компаний. Китайцы сейчас очень просели, там много таких странных поведений со стороны, ну не то что странных, а не нравящихся инвесторам поведений со стороны китайских властей. Но тем не менее, в российский портфель, вот у нас в инвесклубе финанс один, каждую неделю аналитика выходит с топовыми дивидендными акциями, которые по дивидендным выплатам наиболее стабильны, плюс ожидаются высокие дивиденды и среди них отбираем еще те, которые имеют максимальный потенциал прироста. И вот такая таблица, среди них можно выбирать, чего не хватает и я вам фрагменты покажу. То есть Норникель сегодня буду докупать, плюс еще некоторые компании. Сбербанк я бы покупал, но у меня его слишком много в портфеле, сейчас я это тоже покажу, поэтому Сбербанк покупать сейчас не буду. Хорошо, давайте посмотрим, что у нас происходит с портфелем в Intel Invest, открою в смартфоне. Итак, стоимость портфеля 1 млн 630, из них прибыль 191 тысяча, то есть 13%, среднегодовая доходность 18,7%, больше всех прирост дали российские акции 26%, американские 22%, IT-компании 19% примерно, немецкие 9%, облигации немножко дали. Ну, фонд российских акций от Тинькова, он только-только недавно появился в портфеле. Ну и китайцы тянут назад со своими минус 20%, ну что ж, будут покупать их дешевле. Всегда надо найти повод для радости, здесь радость, можно на 20% дешевле купить китайцев. Так, дальше смотрим здесь прибыль, вот так вот менялась прибыль портфеля, росла. Портфель в сравнении с индексом, но здесь уже повторял, некорректно сравнивать с индексом акций, поскольку портфель далеко не только из акций состоит. И это не очень, не показатель. Так, хорошо, давайте теперь перейдем в непосредственно Тиньков приложение, на котором у меня реализованы данные инвестиции. Пополняю брокерский счет. Готово, пополнил. Так, и теперь делаю покупки, которые я планировал. Акции американских компаний. Так, вот точечки, это как я их покупал. Покупаю два лота на 12 тысяч. Готово. Далее покупаю акции китайских компаний, которые у нас очень серьезно просеяли, вот стремятся вниз, вниз и вниз. Ну что ж, повторюсь, буду радоваться тому, что можно купить дешево. Один лот. Готово. И теперь фонд Тинькова по российским акциям покупаю 1500 лотов. Готово. Так, хорошо. Пассивный портфель, индексный, пополнен. Теперь перехожу к таблице у меня перед глазами, что я буду покупать сейчас из акций. Так, у меня сейчас здесь в портфеле 3 миллиона 264 тысячи. Вот за сегодня плюс 18 тысяч. Это в основном рублевый дивидендный портфель, дивидендные акции здесь. Хотя тут исторически просто на этом счету у меня еще есть кое-что ищу, там какие-то фонды немного. Но сейчас свежие пополнения я делаю именно в направлении акций. Так, поехали. Первое, с чего я начинаю. Норникель я покупаю один лот Норникеля, одну акцию. Они довольно дорогостоящие по 23 794 рубля. Готово. По Норникель очень хорошие сейчас ожидания по дивидендам. Ну и к тому же вот он достаточно сильно просел в текущий момент. Далее я иду покупая Лукойл. Лукойл, по которым также ожидаем довольно хорошие и дивидендную, с дивидендной точки зрения довольно хорошие результаты в первую очередь. Ну и по потенциалу прироста. Так, Лукойл я покупаю 4 лота, 4 акции. Готово. Далее я иду в ОГК-2 Энергетика, которая также просевшаяся сейчас. И покупаю... Так, здесь надо не запутаться в нулях. Раз, два, три. Я покупаю 30 лутов. 30 тысяч акций. Готово. Приобрел. И вот сейчас у меня должна... Да, средняя цена покупки снизилась. Поскольку купил дешевле. И финальное. Я докупаю сегодня Россети. Тоже Энергетика, которые очень просевшие. Ну и собственно отчасти поэтому по ним получаются довольно интересные уже показатели. Так, сейчас опять проверяю сколько это будет. И я покупаю 20 лотов Россети. Так, готово. Россети приобрел. Хорошо. Эти покупки сделал. И теперь давайте перейдем к международному портфелю Interactive Brokers. Так, захожу в Interactive Brokers. В мой международный портфель. Сейчас его надо подтвердить. Чтобы он меня опознал через специальное защитное приложение. Захожу. Итак, смотрим, что у нас сейчас. Вот мой портфель сверху зелененький. В какой-то момент он обгонял индекс. В какой-то момент сейчас они приблизились. Но мне Interactive Brokers показывает, что вот я в текущий момент на полтора процента обгоняю индекс. Но всегда вот эти расчеты проверить довольно сложно. Как на самом деле. Потому что здесь и регулярные докупки были. И вот как именно он это посчитал. Сложно сказать. Но пишет вот так вот. За средняя доходность за один год. Средняя годовая доходность 28%. Он мне показывает. Так. И текущая стоимость портфеля 19 470 долларов. Захожу в портфель. И вот мне надо сконвертировать сейчас. Надо сконвертировать рубли в доллары. Так. Конвертировать. Из рублей в доллары. Так. Поменять весь остаток. Я чуть-чуть меньше поменяю. А то он может вместе с комиссией. В минус меня увести. Так. Готово. Все. Вот у меня теперь 379 долларов. И на эту сумму. Так. Захожу теперь в портфель. И я сегодня покупаю просто индексный фонд. На S&P 500. ВИОО. А нет. Не покупаю. Потому что у меня чуть-чуть не хватит. Хорошо. Значит. ВИОО. Мы откладываем. И тогда я продолжу покупки дивидендного фонда. Vanguard High Yield. High Dividend Yield ETF. То есть ETF на наиболее высокодоходные дивидендные компании. Его я тоже регулярно покупаю. И сейчас на него как раз мне хватит. На то, чтобы купить три акции. А в следующий раз докуплю как раз на индекс S&P 500. Фонд готово. Так. Смотрим. Сейчас около трех процентов дивидендная доходность у него. Покупаю. Все. Ордер отправлен. Как только начнутся торги. Он исполнится по рыночной стоимости. Ну что же друзья. Я сделал очередные докупки в своей портфеле. Я делаю это стабильно, регулярно, вот так каждую неделю. Меня данный выпуск дисциплинирует. Чтобы я не пропускал, не забывал, а четко, регулярно делал докупки. Всем удачных инвестиций. С вами был Николай Мрачковский.